Родители – запойные алкоголики, дети, отстающие в развитии или с малого возраста, состоящие на учете в полиции. Такова неприглядная сторона городской жизни. Вечером в пятницу в профилактический рейд отправились силовики, офицеры уголовно-исполнительной инспекции, специалисты административной комиссии по делам несовершеннолетних. Задача – профилактика безнадзорности в подростковой среде. В банке социально опасного положения у нас в районе находится 103 случая по семьям, где дети действительно требуют контроля или родители требуют контроля со стороны всех субъектов системы профилактики. Такие рейды у нас проводятся ежемесячно, два-три раза в месяц. Если экстренная какая-то ситуация, мы можем провести его внеочередной. Вот такие и вечерние, и ночные. Самая главная, конечно, задача здесь – спасти нам детей, защитить их жизнь и здоровье. Эта молодая семья в поле зрения Ивановской полиции попала впервые. Раньше парой занимались в Шуе. По-прежнему месту регистрации. Шестилетнего сына Аня и Саша только недавно забрали из детского дома, где он и жил. Буквально несколько недель вместе, и вот на родителей составлен административный протокол. Папа ребенка нанес мальчику сильный удар по лицу. Ребенок пришел, ну, показал, что болит, ну, больно. Я говорю, что у вас случилось? Ну, папа ударил. Что у них там? Они играли в дротики, вот на это. А вы знаете, что нельзя бить? Никого. Тем более ребенка. Да он, может, и не хотел. Ну, он никогда так не ударил. Ну, не было у него такого. Я вам что еще говорю? Я пьяный был. Все дело в алкоголе. Теперь в семью будут частенько заглядывать полицейские и сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних. Осматривать жилищные условия, проверять содержимое холодильника. Следить, будет ли мальчик ходить в детский сад, и не появились ли у него новые следы от удара. Прежний почти прошел. Я за него бежал. Он не хотел, может, я не знаю, как у них так получилось. Он никогда его не трогал. Ну, конечно. Несвязанная речь выдает в родителях любителей горячительного. У гостей в погонах семья доверия не вызвала. Более пристально к паре решено присмотреться на комиссии в администрации, где и будет решено, заберут ребенка в детский дом снова или нет. Удивительно, но мальчик на горе родителей совсем не сердится. Хозяева этого дома гостям не рады. Дверь не открывают, свет везде выключили. Но для полиции нет препятствий. Проходим в дом. Здесь с мамой и отчимом должен жить ребенок, но его родители отправили к родственникам. А сами пьют. Будем решать вопрос, что с переездом. И забирать ребенка к себе. То есть, а не получится у нас, как в прошлый год? Не получится. Когда он жил у папы, потом стал ненужной папе. Его вернули к вам, он вам тоже нужен. А там какой папа-то? В смысле? Не в адеквате? Образ жизни родителей полицейских пока не интересует. Сотрудники администрации предупреждают мать-подростка. Если она не пересмотрит ценности, родительских прав будет лишена. Просто вам серьезно говорю, что ситуации в отношении вас не очень хорошие. Вы у нас в прошлом году были в поле зрения, вы к нам не пришли. Сейчас по ребенку. Вот Юлия Сергеевна, она знает, когда пришла первая информация. Она бегала и искала вас, когда его отдали этому папе. Ребенок учился, слава богу, сейчас опять вы попали в наш поле зрения. Изъять ребенка из семьи совсем непросто. Для этого нужны очень резкие основания. Поэтому специалисты и проводят регулярно такие рейды. Вызывают родителей на комиссии, выписывают штрафы. Вносят мамы-пап в банк семейного неблагополучия. Количество протоколов по статье 5.35, часть 1, это где неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей. В 2016 году, опять на территории Ленинского района, выросло в два раза. На первом месте, я думаю, стоит экономическая составляющая, что родители сейчас большей частью или не могут найти работу. Многие, конечно, не хотят работать, потому что многие пользуются какими-то социальными пособиями. Второе, я скажу вам, что это пьянство родителей. Еще один пример семейного неблагополучия. В квартире живет многодетная мать и три ее маленьких ребенка. Отец отбывает наказание в местах заключения. Вечер малыши уже спят. Обстановка дома в комментариях не нуждается. В квартире отключена электроэнергия за неуплату. Большие деньги-то? Пока-то, а за Олеговых, 200. А у вас ведь муниципальная квартира-то, да? Да, да. А у вас выселят сейчас вверх. Вам сейчас дойдут другое жилье? Ну, то есть, как бы, когда он-то приходит? Ну, не так, еще год, а в апреле вот в этом должен писать, в числа 15. На УДО? Да. То есть, полсрока у него уже прошло, да? Воспитать порядочных и счастливых граждан в таких условиях будет очень непросто, даже если попытаться. Хотя, как правило, в таких семьях не пытаются. Опыт сотрудников подсказывает. Примерно половина детей, воспитанных в неблагополучных условиях, повторяет жизненный опыт своих родителей и впоследствии пополняет банк социального неблагополучия. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.